Индия вывела на космическую орбиту станцию по изучению Солнца. Организация космических исследований страны запустила ракету в рамках первой солнечной миссии. Это произошло спустя всего неделю после успешной посадки индийского аппарата возле южного полюса Луны. Задачей обсерватории Aditya L1 станет изучение космической погоды и солнечного ветра. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и для начала вопрос. Вообще можем ли мы говорить, что это уже успех или для того, чтобы называть это успехом, должно произойти, ну в общем эта станция должна дойти до точки, до целевой точки, где она сможет собственно изучать Солнце? Ну можно точно говорить, что это успешный запуск. То есть космический аппарат отделился на заданной орбите, полетел по своему пути и как минимум ракета отлично отработала. Там, правда, небольшое отклонение было, но к концу траектории они все-таки вернулись на нужное направление, поэтому все можно считать отличным. И дальше теперь только действительно ждать 109 дней, когда космический аппарат долетит до рабочей точки и уже займется собственной работой. Но, наверное, испытания всех приборов пройдут еще раньше, и мы уже будем сможем заранее понимать, работоспособен он и есть ли от этого, будет ли какая-то научная польза. А в чем вообще секрет успеха Индии в космосе? Вот мы видим за короткий промежуток времени достаточно много новостей. До этого, наверное, в широких массах никто даже не подозревал о том, что у Индии такая обширная космическая программа. Как ей это удается? На самом деле у них довольно скромная космическая программа, но они стараются максимально эффективно использовать средства, не распылять без необходимости усилия. И, например, к Луне, вот к посадке на Луну они шли практически 20 лет, потому что у них лунная программа была утверждена в 2003 году. В 2008 году они запустили орбитальный космический аппарат, в 2019-м попытались сесть, разбились, и вот только в 2023-м у них получилось. То есть это не спеша, но очень так целенаправленно они идут к своей цели. И вот в астрофизике у них тоже это не первый их запуск. У них уже был один космический телескоп, в 2015 году еще полетел, и тоже успешно. И здесь, ну сейчас мы просто наблюдаем такой кумулятивный эффект, когда они одно запустили успех, второе запустили успех, и, конечно, к ним дополнительное внимание уже со стороны СМИ привлекается. А так у них очень лаконичная, но в то же время довольно интересная космическая программа. А Индия работает в кооперации с другими странами или сама по себе? У Индии довольно самобытная космическая программа. Они очень долгое время находились под санкциями США до 2011 года, и в то время, когда вот самая база их космических возможностей создавалась, они это делали практически сами по себе. Немного они там сотрудничали по кислород-водородной ступени с Россией, но остальное, вот в частности та ракета, которая сегодня полетела, ей 30 лет уже, и они ее создавали самостоятельно. В то же время они активно сотрудничают, и, например, вот по лунной программе им с наземными станциями и Европейское космическое агентство помогало, и американское агентство НАСА помогало. То есть они сейчас работают со своими аппаратами на Луне, используя наземные станции других стран, что им позволяет в течение всех суток получать данные с Луны, потому что Луне день длится две недели. Их аппарат, аппараты 2, и посадочный аппарат, и луноход, они проработают, скорее всего, только две недели, когда на Луне идет день световой, потом придет мороз, и они, скорее всего, выйдут из строя. То есть каждая секунда для них дорога, и благодаря европейским и американским станциям они могут работать все 24 земных часа со своими аппаратами без перерывов на ожидание восхождения Луны, чтобы могли со своих станций, с поверхности, с территории своего государства работать. То есть они открыты для сотрудничества, и сейчас активно стараются, Россию тоже самое приглашают уже на индийский космический аппарат для Венеры поставить свой исследовательский прибор. А насколько вот Россия может перенять опыт Индии? Мы видим, что неделю назад Индии удалось то, что несколькими днями ранее не удалось сделать России. Может ли Россия попробовать принять этот опыт и повторить успех? Ну, России стоит прежде всего учитывать свой собственный опыт. То есть когда индийцы разбились в 2019 году, они приобрели свой опыт, и использовав его, уже реализовали успех сейчас. То же самое, то есть Россия, получается, догнала Индию по состоянию 2019 года, и надо двигаться дальше, учиться на своих ошибках прежде всего. Ну и вот учитывать те факторы, которые есть у индийцев, и которые стоило бы использовать в России, это не нужно излишней амбициозности, не нужно доказывать, что мы сейчас всем утрем нос нашим космическим аппаратам. Нужно действительно не распылять силы, а концентрироваться на конкретных проектах и доводить их до конца, а не как Луну-25 разрабатывали 20 лет. То есть у индийцев вся лунная программа длится 20 лет, и за это время вот они высадку обеспечили, и орбитальные аппараты, два у них летали. Ну, один летал, один летал, работал примерно год, второй сейчас работает, а у нас вот только один запуск, и то в кратер, и это явно просто результат непоследовательности этой работы. Ну и здесь, конечно, нужно учиться. Меньше амбиций, больше работаем. Но если возвращаться вот к нынешней миссии, вот эта экспедиция к Солнцу, что она даст? Есть ли у нас уже представление о том, какое это может играть значение для науки в целом? Там есть несколько приборов на борту этого космического аппарата и для изучения, собственно, Солнца, и для изучения воздействия Солнца на Землю, то есть на изучение магнитных полей, потоков плазмы, которые летят от Солнца в сторону Земли. То есть здесь он может работать как такой предсказатель космической погоды, потому что если там от Солнца летит какая-то вспышка в сторону Земли, она первая сначала встретится с этим аппаратом, потом уже доберется до Земли. И с другой стороны, он, конечно, попытается ответить на ряд фундаментальных вопросов, которые есть у ученых к Солнцу. Сейчас не один космический аппарат работает, чтобы разгадать эти вопросы. Но он, может быть, сам совершит это открытие, может быть, они просто поработают все вместе, накопят какую-то статистику, результаты наблюдений с разных точек на Солнце, и это приведет ученых к вопросу. Там одна из загадок, которую ученых вокруг Солнца волнует, это причина сверхвысокого нагрева солнечной короны. Например, поверхность Солнца, ну та часть Солнца, которую мы считаем поверхностью, нагрета до температуры 6 тысяч градусов Цельсия, а корона, то есть внешняя атмосфера Солнца, она нагрета до температуры 3 миллиона градусов. И, разумеется, такая серьезная разница вызывает вопросы, и до конца механизма нагрева солнечной короны на сегодня непонятно. И вот сейчас как раз исследования ведутся и американцами, и европейцами, и вот теперь индийцы добавились тоже к этой работе. А вот говоря о фундаментальных вопросах, какие сейчас близлежащие, наверное, задачи стоят перед человеком в космосе? Ну, здесь человек сам по себе в космосе, это не такая уж прям важная задача. В общем-то, сейчас летать в космос человеку не мешает ничто, кроме экономики, наверное, ну и какого-то готовности к риску. А фундаментальные задачи, они много где там связаны с Солнцем, с формированием Луны, с возникновением жизни в нашей Солнечной системе, с формированием самой Солнечной системы. Ну и там дальше, вплоть до ранних пределов Вселенной, чем сейчас, например, космический телескоп Джеймс Веб занимается, загадка темной материи, темной энергии, все это, скорее всего, ответы будут найдены в космосе и при помощи запусков все новых и новых космических телескопов или космических аппаратов исследовательских. И здесь работы, конечно, еще в избытке, хотя, конечно, за время существования космонавтики мы узнали о Вселенной, о нашей Солнечной системе, о нашей Земле больше, наверное, чем за всю предыдущую историю человечества. Так что в этом плане уже значительные успехи достигнуты. Но всегда, когда появляются ответы на одни вопросы, это порождает новые вопросы. И таким образом, собственно, развивается и наука, и космическая наука в том числе. Так что здесь работа еще, наверное, на века.